Вы замечали, что в последнее время нам из всех утюгов рассказывают, что женщина это некое высшее существо, чуть ли не богиня, которой мужчина должен служить и приносить дары. Что женщины все поголовно сильные и независимые, и только на них у нас все и держится. Но при этом те, кто нам об этом рассказывают, прекрасно знают, что из себя представляют женщины, и уж богинями их точно не считают. Им прекрасно известно, что женщины это достаточно примитивные существа, которыми очень легко манипулировать. Например, женщине очень легко можно продать практически все, что угодно, ну или убедить ее проголосовать за того, за кого нужно. Но обожествляют женщину не просто так. С точки зрения тех, кто это делает, у женщин есть одно очень полезное для них качество. С помощью женщин и через женщин они могут управлять мужчинами. Именно поэтому государство всеми силами и любыми путями старается загнать мужчину в ЗАГС. С точки зрения государства, свободный мужчина, которого не контролирует женщина, опасен. И для государства, по большому счету, бесполезен. Потому что его очень трудно заставить делать то, что ему не выгодно. Если меня смотрят те, кто вырос в Советском Союзе, то вы должны помнить, что в то время квартиры давали только семейным. Одинокий человек мог рассчитывать максимум на комнату общежития. Также, кроме этого, еще существовал налог на бездетность. В народе его называли налог на яйца. Этот налог платили только мужчины, у которых не было детей. Сейчас точно не помню, то ли с 18, то ли с 21 года, женщины такой налог не платили. Сейчас женщинам за лояльность делают различные выплаты от государства. Все эти материнские капиталы, субсидии, пособия мателям-одиночкам и так далее. Нормальная, полноценная семья с мужчиной во главе государства не нужна. Потому что такой семье не нужно государство. Государству нужен послушный, управляемый мужчина, за которым постоянно будет приглядывать выданная ему в ЗАГСе государственная женщина. Государства помимо за лояльство. Чими отрасっぱем cerebral, плюс Vijay, бездетность «Медельная», за которые, послушными, подростками, ос sistemацию, их поймают обещанный силой для построения.